Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим зеркальную глазурь для покрытия муссовых десертов. Рецептов зеркальных глазурей большое разнообразие. Мы приготовим шоколадную глазурь, но без шоколада в составе. Ее основой будет какао. Такая глазурь обеспечивает безупречное глянцевое покрытие, придающее муссовым тортам и пирожным очень красивый, эффектный, завершенный и самодостаточный вид. Такая глазурь идеально подходит для покрытия шоколадных изделий. На моем канале будет появляться больше рецептов муссовых десертов и такая глазурь будет периодически применяться. Готовится она достаточно несложно, давайте перейдем к приготовлению. Итак, для глазури нам понадобится какао. Я использую алкализованное, он придает глазури насыщенный цвет и вкус. Сливки жирностью 33%, они обеспечивают кремовую текстуру глазури. Далее сахар и вода. Это базовые компоненты для сиропа. Желатин, замоченный в холодной воде, он необходим для стабилизации глазури. И сироп глюкозы и инвертный сахар. Эти сахара играют важную роль в предотвращении кристаллизации глазури, улучшают ее текучесть и вязкость, придают ей глянцевый блеск, предотвращают высыхание, снижают общую сладость глазури. Поэтому использование этих сахаров здесь обязательно и приобрести их сейчас не составит никакого труда. Это сейчас вполне доступные продукты. Итак, подготовим шоколадную основу. Для этого в сотейнике соединим сливки с инвертным сахаром и добавим какао. Чтобы избежать комочков, какао нужно просеять. Далее эту массу нагреваем, постоянно перемешивая венчиком до полного растворения инвертного сахара и до горячего состояния массы, но до кипения доводить ее не нужно. В результате должна получиться вот такая однородная шоколадно-сливочная смесь. В отдельном сотейнике приготовим сироп. Для этого соединим воду, сахар и сироп глюкозы. Далее нам необходимо довести сироп до температуры 110 градусов и до полного растворения сахаров. Для точности нам понадобится погружной термощуп. Для точности измерений старайтесь термощуп помещать именно в толщу самого сиропа, потому что на дне сотейника температура будет выше и показания могут искажаться. И когда сироп достигнет нужной температуры, добавляем к нему шоколадную массу. Перемешиваем и далее доводим массу до кипения и после кипения варим 2-3 минуты. Я обычно запускаю таймер и провариваю 2,5 минуты. Далее снимаем сироп с плиты и сразу добавляем к нему набухший желатин и тщательно перемешиваем. И затем, чтобы достичь однородной массы, нам понадобится погружной блендер. И для удобства глазурь лучше перелить в стакан. И в результате получится однородная, глянцевая, очень красивая глазурь. Далее нам ее нужно перелить в гастроемкость или контейнер и накрыть пищевой пленкой в контакт с поверхностью. И далее отправить в холодильник на стабилизацию минимум часов на 8, а лучше до следующего дня. После стабилизации глазурь приобретает плотную текстуру и перед использованием нам необходимо ее переложить в стакан и разогреть. Но не всю, а частично, чтобы часть глазури осталась неразогретой. Я глазурь разогреваю импульсно в микроволновке. Также можно использовать для этого водяную баню. Вот обратите внимание, в стакане есть часть жидкой разогретой глазури. Она концентрируется по периферии, а в центре осталась неразогретая глазурь. Это то, что нам и нужно. Мы сейчас объединим эти две части. Если разогреть сразу весь объем глазури до жидкого состояния, то она может перегреться и затем просто потребуется дополнительное время для ее охлаждения. Рабочая температура глазури от 28 до 30 градусов. Объединяем глазурь и одновременно еще раз ее гомогенизируем при помощи погружного блендера. Как только глазурь достигнет этой температуры, сразу ее используем. Я глазирую на температуре 29 градусов. Температура может отличаться плюс-минус градус в зависимости от ваших рабочих условий. Изделия перед глазированием должны быть полностью заморожены. Покрываем изделия глазурью сразу же после их извлечения из морозильной камеры, чтобы избежать образования конденсата, который может помешать равномерному нанесению глазури. Я наношу глазурь от центра к периферии. Обязательно используйте достаточный объем глазури, чтобы она свободно стекала с боков. После нанесения глазури сразу же удаляем излишки глазури с поверхности торта одним движением палетки, чтобы слой глазури не оказался слишком толстым. Так как глазурь на холодном торте быстро стабилизируется, то это движение палетки должно быть быстрым и без промедления сразу, как только нанесли глазурь на поверхность торта. Дадим глазури немного времени, подождем пока она активно стекает большими каплями. И затем, когда основная часть глазури стечет и капли уже начнут немного застывать, аккуратно при помощи палетки снимаем их как будто бы вовнутрь торта. Так бока торта получатся очень аккуратными. И затем осторожно при помощи ладони и палетки переставляем торт на подложку. Сначала убираем ладонь и затем аккуратно вытаскиваем палетку. И торт необходимо сразу убрать на дефростацию в холодильник. Под тортом при глазировании удобно расположить противень, застеленный пищевой пленкой для стекания глазури. И потом ее будет очень удобно собрать и использовать повторно. Остатки глазури также накрываем пищевой пленкой в контакт с поверхностью и храним в холодильнике до следующего использования. Друзья, посмотрите, какое красивое, аккуратное, глянцевое, зеркальное покрытие дает эта глазурь. Думаю, мы еще не раз к ней обратимся. Друзья, у меня на этом все. Я очень надеюсь, что видео было для вас полезным и интересным. Благодарю вас всех за внимание. До встречи в новых видео. Пока-пока.